Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня в этом видео мы рассмотрим с вами, каким образом те электрические схемы на контактных элементах можно использовать для программирования контроллера. В прошлых уроках мы с вами рассмотрели, как создать алгоритм. На основании этого алгоритма получить структурную формулу и из структурной формулы получить электрическую схему. Сегодня мы шагнем еще на один шажок дальше и рассмотрим, как эти электрические схемы можно использовать для программирования контроллера. Для программирования контроллера мы с вами будем использовать контроллер PLK-150 фирмы OVEN. Для этого нам необходимо установить кодисис версии 2.3 и запустить его. После запуска мы с вами выбираем тот контроллер, который у нас есть. В данном случае я использую PLK-150AM. Нажимаем ОК. Первое, с чего нам необходимо начать, выбрать язык реализации, в данном случае LD, релейных диаграмм или лестничных диаграмм. И после этого мы приступаем к программированию нашего контроллера. Первое, что делается, это задается значение входов и выходов на самом PLK. В качестве входа мы будем использовать кнопку пуск, дискретный вход. Заходим во вклад по ресурсам, выбираем конфигурацию PLK и в разделе дискретные входы для первого входа мы задаем значение той переменной, которая нам будет позволять запустить наш процессор. То есть мы туда подключим кнопку пуск на первый вход и обозначим эту переменную через X1, X1. При подаче сигнала на первый вход будет активироваться наша переменная X1. В качестве выходов мы будем использовать наши переменные X2, X3, X4, Y и поочередно их зададим. Раскрываем вкладку дискретные выходы для нашего паука X4 штуки как раз и перед АТ, кликаем мышкой и задаем X2, дальше задаем X3, X4 и Y. Кроме задания переменных, необходимо также в разделе параметры модуля параметры модуля, задать значение, минимальное время, и поставить значение 10. Все, затем переходим непосредственно к программированию, к написанию нашей программы. Нажимаем вкладку по, выбираем PLK, PLK, PRG и здесь будем реализовывать наши электрические схемы. У вас перед глазами должны быть эти значения. И вот по схеме, по нашей, получается следующим образом, что в первой ветке мы строим контакты, которые предшествуют включению катушки X2. Сверху на вкладке у вас есть контакты нормально открытые, нормально закрытые и кнопки для того, чтобы обозначить обмотки. Давайте первоначально вставим обмотку X2, кликаем на мышку и задаем здесь значение X2. Можно вводить в решетку X2, можно выбирать через правую клавишу мыши. Пока рассмотрим в решетку. Поставили катушку X2, затем ставим контакт X1, нормально открытые. Откликаем, задаем значение X1, затем идет у нас контакт, нормально закрытые, которые соответствуют переменной у нас Y. И если посмотреть на нашу схему, то вот как раз мы реализовали первую ветку для структурной формулы X1 открытые, Y закрытые и катушки X2. Следующий момент, нам необходимо такую же часть цепи, такую же ветку сделать для X3. Для этого на серой части, которая находится левее от нашей схемы, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем цепь после. Таким образом мы создаем последующую цепь. Нажимаем снова катушку, давайте попробуем через R2, нажимаем на клавиатуре R2, выбираем глобальные переменные, и здесь можно вручную ввести уже нашу переменную X3. Ну, проще, конечно, вручную это все делать. Следующий момент, ставим нормально открытый контакт Y. Следующий, нормально закрытый контакт X1. И таким образом мы с вами реализовали вторую нашу схему. Вот она, Y, нормально открытый контакт X1, нормально закрытый, катушка X3. Здесь сложного, в принципе, ничего нету. Идем дальше. Сейф после. Ставим нашу катушку. Катушка у нас будет X4. И смотрим две параллельных ветки. Сначала нарисуем верхнюю ветку X3, последовательно с Y. Контакты у нас нормально открытые. И затем нам необходимо создать параллельную ветку, в которой будут располагаться X4 и X3. Для этого выделяем два контакта X3 и Y. И выбираем здесь, в разделе, в кнопках, параллельный контакт. Вот у нас параллельный контакт. Задаем ему значение переменной X4. Для этого, чтобы у нас контакты были последовательно. Следовательно, один за другим, выделяем нужный нам контакт и нажимаем клавишу «Контакт» и он создается последовательно. Если нам нужно параллельно, нужно выделить те контакты, которые нужно запараллелить и нажать на кнопочку «Параллельный контакт» или «Параллельный имберсный контакт». Идем дальше. «Церк после». Задаем «Параллельный контакт». «Параллельный контакт» и «Контакт». «Х2». Смотрим на нашу исходную схему. Пожалуйста, у нас точно такая же схема, она аналогична. Ее можно собрать на пускателях, можно реализовать в виде логики контраблера. Следующий момент. Так как само подключение контроллера мы с вами рассмотрим в следующих уроках. Сегодня посмотрим, как это работает. Для этого заходим в клавишу в раздел «Онлайн», забираем режим эмуляции и запускаем. Посмотрим. Надо сохранить файл обязательно. Сохраняем его. Сохраняем. Сохраняем, заходим в режим эмуляции. Обратите внимание, что левее от контактов наши провода подсвечены синим. Это говорит о том, что здесь эмулируется подача напряжения, подача контакта. Те, которые синим показывают, что они готовы проводить сигнал. Зайдем в вкладку конфигурация ПЛК и рассмотрим, как будут себя вести контакты. Активируем контакт X1. Барту клавишу щелкнем. Обращаю ваше внимание, что у нас сигнал проходит через X1, Y в нормальном состоянии. Замкнут, он пропускает сигнал, но катушка еще не запитана. Это связано с тем, что необходимо запустить контроллер. Видите, у нас идет мигание. Здесь не показана выдержка времени, не показано достижение температуры. Здесь мы рассмотрели лишь, как создать логику контроллера из алгоритма на основании лестничных ядра. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующих встреч.